Добрый день! Меня зовут Башаев Алексей. Я являюсь консультантом, аналитиком компании Кадрлайн. Давайте начнем нашу демонстрацию. Кто подойдет немножко попозже, просто присоединится и будет слушать уже с того места, когда зашел. Сегодня мы с вами посмотрим, как исключить из контроля лимитов возвраты от поставщиков и ошибочные платежи в программе 1.ES ERP версии 2.5. Довольно часто случается такая ситуация, когда поставщик по разным причинам, не будем их сейчас перечислять, возвращает нам аванс и при этом очень хотелось бы, чтобы назначенные лимиты точно так же возвращались. Это не так просто, не так очевидно, как это сделать и мы сегодня с вами научимся этим операциям и в первую очередь давайте посмотрим, что мы с вами сегодня будем проходить. Мы сделаем небольшой сквозной пример по следующему сценарию. На первом этапе мы посмотрим с вами базовые настройки, что нужно сделать. Они состоят из двух позиций. В первую очередь нам необходимо настроить правила лимитирования расходов денежных средств и настроить правила получения фактических данных. И вот вся хитрость основная в настройках именно правил получения фактических данных. И сегодня мы, я повторяюсь, с вами научимся это делать. Для сквозного примера мы будем использовать экземпляр бюджета, который настроен непосредственно для контроля лимитов. Далее живую реальную ситуацию, заявка на расходование денежных средств. Мы с вами оплатим сырье и материалы и произведем возврат части денежных средств. Соответственно, на каждом этапе, на каждом шаге мы будем смотреть отчеты контроля лимитов и будем смотреть, как программа реагирует на наши действия. Итак, переходим в программу и смотрим, что у нас получается. Так, на всякий случай поставьте, пожалуйста, плюсики, если у меня программа появилась на экране, чтобы я был уверен, что у нас все хорошо. Спасибо. Итак, в первую очередь мы заходим с вами НСИИ и администрирование, соответствующий раздел. И нам необходим пункт меню казначейства и взаиморасчеты. Дальше планирование, контроль денежных средств снизу. И ставим галочку планировать лимиты по заявкам расходованию денежных средств. Эту галочку поставили и чуть ниже у нас выпадающий список необходимо определиться, что мы будем делать, по каким документам мы будем контролировать лимиты. Давайте начнем с бюджетирования. По данным бюджетирования. Замечательно. Здесь мы с вами основные настройки сделали. Пункт меню настроить правила лимитирования расходов денежных средств мы можем сделать отсюда. Программа нас отправляет к списку моделей бюджетирования. То же самое мы сможем сделать и из раздела бюджетирования и планирования, настройки, справочники и модели бюджетирования. Давайте остановимся на этом варианте, потому что нам с вами необходимо для дальнейших действий сформировать соответствующий бюджет. Ну сначала модель бюджетирования. Я надеюсь, все уже знают, как делать бюджеты и экземпляры, но тем не менее мы с вами пройдем полный цикл. И если будут вопросы по этим пунктам, вы тоже задавайте, я по возможности буду отвечать. Итак, создаем новую модель бюджета, создать наименование. Модель бюджета для лимитов действует. Давайте поставим текущий год, выбрать. Группа модели это просто папка, где лежат наши модели, не буду уточнять. И ставим галочку бюджета по организациям, по подразделениям, утверждать бюджеты. Бюджетный процесс. Год, бюджетные задачи, формирует задачи бюджетов, процесс автоматически по расписанию. По большому счету здесь больше ничего не нужно делать. Дальше виды бюджетов попросят запомнить. Давайте я не буду запоминать, потому что я при подготовке уже сформировал эту модель. Я просто зайду. Вот модель для контроля лимитов 20-21. То же самое мы с вами только что сделали и переходим в вкладку виды бюджетов. Вот и я точно так же предварительно сформировал бюджеты. Мы с вами сейчас провалимся в бддс и посмотрим как он формируется. Но прежде я вам покажу вот ссылку на пункт меню лимита расхода денежных средств, который я вам говорил, что мы можем тоже самое настройку лимитов сделать и из модели бюджетирования. Вот эта ссылка на эту настройку, которую мы должны были сделать в НСЕ администрирование. Вот они повторяются эти ссылки. Мы с вами дойдем до настроек лимитов. Давайте сначала доделаем бюджет. Бюджет бддс я его создал кнопки создать. Вот и в принципе здесь все понятно интуитивно. Здесь нет скрытых какие-то подводных камней. Здесь все просто. Давайте вернемся к нашему бюджету бддс и посмотрим. Заглавная страница наименования. Группа бюджетов там, где папочка, где она лежит. Я не указывал эти этажи, не настраивал. Дальше способ планирования на фиксированный период. Мы с вами указали на год. Бюджет составляется. Я указал квартал, но можно сделать любой абсолютно период, какой необходимо для бизнеса. Граница фактических данных предполагается внутри периода бюджета. Это для планфактного анализа. Вы тоже ставите свое значение, которое вам необходимо. И переходим на структуру бюджета. Давайте на всякий случай повторим. Я просто удалю настройки и с вами заново настроим этот бюджет и вспомним, как это делается. В первую очередь в ERP мне очень нравится этот инструмент. Он реально очень удобный. Мы просто мышкой зажимаем тот раздел, который нам необходим и переносим из левой части в правую часть. Перенесли заголовок. Дальше структура. Чтобы настроить структуру бюджета, нам сначала необходимо перетянуть таблицу. Выбрать тот вариант, который нам нужен. Нам устраивает самый верхний. Создать таблицу. Дальше колонки измерения. Нам необходим период. Давайте мы по квартально сделаем и по месячному. Добавить бюджет. Строки. Сначала мы делаем статью бюджета. Статью бюджета. Вот группа моделей для контроля лимитов. Я подготовил папочку. Выплатить денежные средства. Строки. Выплатим денежные средства. Если держать. У насった статья бюджетира. Мы с вами привяжем Аналитику. Статья движения денежных средств. Статья движение денежных средств. Привязываем Аналитику. Это все значения. Почему все значения. При этом выборе программа позволит выбрать именно те статьи или ту статью, которая нам необходима добавить бюджет все мы с вами сформировали структуру бюджета проверить вид бюджета ошибок нет до посмотреть вид бюджета мы можем прямо отсюда вот так он выглядит наш бюджет давайте мы запоминать не будем потому что я уже это сформировал и нам необходимо создать экземпляр бюджета закрываю экземпляр бюджета я тоже сформировал предварительно мы сейчас зайдем бюджетирование и планирование экземпляры бюджетов вот наш бюджет давайте я его от меню проведения зайду и мы посмотрим с вами что тут есть вкладка основная модель бюджетирование модели для контроля лимитов вид бюджета бдд сценарий выбираем из выпадающего списка естественно предварительно его сформировав я надеюсь вы помните что такое сценарий для чего он надеется если все таки вопросы возникают задавайте мы с вами вспомним что такое сценарий но пока детально не буду на этом останавливаться организацию очень условно деловой союз подразделение отдела маркетинга и период с 1 октября по 31 декабря помните я выбрал квартал для того чтобы сузить немножко ширину таблицы сам бюджет переходим вкладку бюджета здесь простым абсолютно кликом выбираю сумму какая необходима почему у нас сейчас давайте я верну на 200 ну что дальше эти суммы настроены для лимитов почему у нас здесь несколько разворотов давайте вспомним что это такое мы с вами выбрали статью движения денежных средств давайте зайдем казначейство статьи движения денежных средств операционной деятельности и у нас оплата статья оплата закупки сырья и материалов вот мы эту статью движения денежных средств с вами выбираем записать и закрыть и у нас еще с вами есть статья бюджетирования так у нас с вами еще есть статья бюджетирования и посмотрим с вами статью вот за оплата закупки сырья и материалов вот на это же самая статья движение денежных средств вот и сейчас мы в настройках увидим откуда выбирается вот эти эта структура мы с вами двадцать двести тысяч триста тысяч и четыреста тысяч очень условно с потолка взятые цифры только для демонстрации мы с вами запоминаем и сразу же проводим этот экземпляр бюджета провести и закрыть закрыл я напрасно потому что нам с вами еще необходимо сделать проверочку так все сделаем и смотрим отчет движение денежных средств так все у нас с вами регистр накопления все это прошло все хорошо далее мы переходим мы с вами экземпляр бюджета сделали переходим теперь в казначейство и делаем заявку на расходы денежных средств давайте посмотрим я сделал дополнительно сформировал уже две заявочки первую заявочку сделал на двести пятьдесят тысяч расход от сегодня от вчерашнего дня для того чтобы сегодня сделать возврат денежных средств и посмотреть как это будет отрабатывать по лимитам расшифровка платежа так объект расчетов нам не нужен договор поставщик все для дома и офиса очень условный поставщик сумма налогообложения облагается ндс 20 процентов в общем здесь все очень просто запомнить провести так через вкладку отчеты мы с вами смотрим лимита расхода денежных средств и того сумма оплаты 300 тысяч факт 250 тысяч фактические данные остаток плана 50000 вроде бы все работают остаток плана 50000 давайте теперь попробуем изменить заявку и отменим проведение и поставим 300 одну тысячу записываем проводим программа увидела что мы превышаем лимит и не позволяет нам сделать проведение и пишет что мы лимит на одну тысячу с вами превысили в принципе программа позволит провести этот эту заявку в двух случаях если у пользователя в данном случае орлов александр владимирович есть соответствующие права в настройках прав доступа но орлов у нас администратор у нас есть такие права и необходимо поставить галочку сверх лимита вот в таком случае программа позволит провести этот документ давайте проведем и посмотрим еще раз лимит расхода денежных средств что мы видим запланировано по плану 300 тысяч фактически 301 тысяча перерасход 1 тысяча все программа корректно отражает весь лимит и его расхода не но естественно перри лимит здесь вопросов нет здесь все корректно работает закрываем расход лимитов вот эту возможность этот отчет можно из двух источников открыть во первых и заявки на расходование денежных средств во вторых раздел казначейства отчеты по казначейству и контроль так лимит расхода денежных средств давайте то же самое сделаем выберем из выпадающего списка ту заявку которая нам необходима вот 301 тысячи выбрать сформировать вот пожалуйста тот же самый отчет программа сразу же автоматически выдает дату этой заявки и соответственно результат расхода лимитов давайте мы с вами вернем заявку на расходование денежных средств на 300 тысяч отменить проведение и если извините программа это со связью это связь сервером сейчас восстановится так восстановилась 200 тысяч сверх лимита мы с вами убираем провести и закрыть каким образом у нас программа сработала мы с вами не посмотрели пока вот ту основную настройку это отражение фактических данных где и как она делается во первых мы с вами давайте бюджетирование вернемся в настройки справочники модели бюджета и посмотрим первую настройку да мы с вами ее касались но не посмотрели как он настраивается лимит расхода денежных средств проваливаемся туда через кнопку создать выпадает на такое окошечко давайте я его закрою и посмотрим то же самое что я уже создал разрешить редактирование чтобы мы понимали с вами какие галочки где ставить владелец модель для контроля лимитов это папка где нам лежит статья бюджета выплат от денежных средств мы выбираем и справочные статьи бюджетов я предварительно создал выплаты денежных средств выбрали давайте посмотрим из чего состоит бюджет и помните я вам сказал мы посмотрим с вами вот развороты и возможность отбора вот эти отборы создаются вот этими видами аналитик мы для каждой статьи бюджета набираем те аналитики по которым мы хотим с вами дальнейшем делать отборы именование выплата денежных средств я отобрал очень условно для каждого бизнеса делаться свой отбор свой набор аналитик учет по количеству по валюте я не делал закрыть мы при выборе этой статьи бюджета программа автоматически выводит все возможные отборы мы можем поставить галочки то что нам необходимо но для ускорения работы я поставил только отбор по статье движение денежных средств вы делаете о а своим потребностям записать и закрыть все настройка модели контроль лимитов по большому счету на этом закончен давайте еще раз проваливаться посмотрим все ли правильно запомнилось по большому счету а еще давайте вот остановлюсь при вернусь на редактирование еще три галочки вариант контроля я выбираю разрешение в пределах лимита программа не позволяет проводить документ и выводит сообщение об ошибке о превышении лимитов вы можете делать вот свое в принципе это почитаете потом какой из вариантов на что влияет и будете выбирать то что вам необходимо записать и закрыть коллеги на всякий случай контроль все ли хорошо поставьте пожалуйста плюсики если вы меня слышите и все ли нормально идет в трансляции так все вижу спасибо большое продолжаем мы посмотрели одну настройку это настройка лимитов и вторая настройка в разделе бюджетирование и планирование настройка и справочники пункт меню правила получения фактических данных очень важная настройка и вся хитрость возврата лимитов именно в этой настройке кроется группа контроль для модели контроля лимитов выплата денежных средств здесь три основных флаг вкладке все типы правил фактические данные мы с вами сейчас используем исполнение бюджета и вот первая настройка оплата поставщику сумка плате давайте провалимся создается через кнопку создать нажимаем и заполняем данные давайте я закрою и посмотрим какие данные были заполнены мной при подготовке статья бюджета выплата денежных средств выбираются из справочных статьи бюджета просто выбираем нажимая кнопку выбрать выбрали коэффициент единица в данном случае мы ставим именно коэффициент единицы у нас два варианта 1 минус 1 тип правила исполнения бюджета мы с вами это выбирали в настройках вот здесь на цель администрирования по бюджету далее хозяйственная операция оплата поставщику источник сумма сумма к выплате правила действуют можно задать период действия если мы не знаем значит действует правило бессрочно дополнительный отбор в данном случае нам не нужен заполнение аналитик статьи здесь обязательно необходимо заполнять все источники данных по всем нашим выбранным отбором вариантов отбора вот этим выбранным аналитиком в данном случае я заполнил способ заполнения из источника данных источником данных у нас будет служить заявка на расходование денежных средств соответственно будут выбираться те значения реквизитов которые будут указаны в заявке на расходование денежных средств способ заполнения какие у нас варианты из источника данных указания указанным значениям то есть мы можем делать не из источника данных а жестко привязывать конкретным статьям конкретным суммам конкретным договором и так далее и тому подобное тогда если мы указываем жесткое значение указанным значением то программа не ссылается на те данные, которые указаны в заявке на расходование денежных средств, а выбирает то значение, которое мы в этой настройке указываем. Нам пока это не нужно, мы пока делаем из источника данных. Соответственно, мы повторяем те реквизиты, которые указаны в заявках. Название «Статья о движении денежных средств», «Направление деятельности», «Контрагент», «Договор». То есть ссылается к справочникам вот этих реквизитов. Статья о движении денежных средств. В данном случае настройки несложные, поэтому здесь с этим справиться легко. Записать и закрыть. Итак, мы с вами прошли все настройки, необходимые для первичного формирования лимита. Давайте с вами повторим. Мы с вами сделали настройку НЦИ, администрирование, казначейство и взаиморасчеты. Мы сделали планирование контроля денежных средств, поставили галочку заявка на расходование денежных средств и выбрали использование лимитов по данным бюджетирования. На этом все. Далее настройка правил лимитов. Мы с вами выходили через модель бюджетирования. Давайте отсюда посмотрим. Мы провалимся тоже модели бюджетирования. Мы с вами выбрали модель для контроля лимитов и вкладка лимиты расхода денежных средств. Вот они наши настройки. Не будем проваливаться, не будем тратить время. И третье, это мы с вами сделали настройкой справочников, правила получения фактических данных. Вот эти главные настройки, преднастройки, необходимые для лимитов, мы с вами сделали. Дальше лимиты указали непосредственно сумму лимитов в экземпляре бюджета. Сначала сделали модель бюджета, и потом по модели бюджета сделали экземпляр бюджетов. Вот он. И указали суммы, необходимые нам. 300 тысяч, помните, мы с вами выбирали ноябрь, вот они 300 тысяч, которые мы с вами указывали в заявке на свободный лимитрест. И заявка 300, одну тысячу, программа нам уже по превышению лимитов уже не пропустила эту заявку. Тоже все работает. Что дальше? Давайте мы с вами теперь посмотрим, каким образом нам вернуть лимиты, если заказчик, точнее не заказчик, а поставщик по каким-то причинам возвращает часть денежных средств. Давайте мы с вами сначала фактически смоделируем эту ситуацию. Для этого мы переходим в раздел «Казначейство», «Безналичные платежи» и сделаем с вами два документа. Во-первых, мы списание денежных средств для чистоты эксперимента сделаем вчерашним числом, 25 число, спишем 250. Так, заявку я делал на 300 тысяч. Так, давайте я, заявка. Так, на 300, давайте я на 250 сделаю, вернусь, как списание. Не буду ломать я сценарий. 250 тысяч. Так, в 25 число, 25, да, провести и закрыть. Вот наша заявка. Давайте я на всякий случай проверим отчет лимиты расхода денежных средств. Посмотрим, как у нас отразится. Так, 300 тысяч лимит, 250 тысяч, все, 50 тысяч остатков. Все замечательно, все работает. Закрыли. Переходим в «Безналичные платежи» и списание. Вот они, 250 наших тысяч. 25 число, 25 число обязательно ставим «Проведено банком» вчерашним же числом. Записать, провести. Проверим сейчас журнал проводок, все ли у нас правильно, там нормально прошло. Так. Все у нас, 60, 0,1, 50, первый счет кредит. 250 тысяч, все замечательно, дата 25 числа. Все замечательно с вами отразилось. Можно закрыть. И лимиты расхода денежных средств. Давайте посмотрим, что у нас изменилось в лимитах. Так, как мы с вами списали эти 250 тысяч, в принципе, ничего не должно измениться. Давайте на всякий случай проконтролируем. Ну, все правильно. Мы просто списали, мы подтвердили действие заявки на расходование денежных средств реальным списанием. Что делаем дальше? Так, как мы с вами списали, мы хотим по сценарию часть денежных средств с вами вернуть и посмотреть, как в этом случае у нас отразится, изменится отчет расхода лимитов. Я предварительно точно так же сделал подготовку документа, но только в данном случае у нас возврат, операция возврат от поставщика. Вот мы это видим. Сегодняшним числом, 26-го, 11-го, 200 тысяч возвращаем, расшифровка платежа, поступление безналичных и статья движения денежных средств, возврат аванса поставщикам товара, работы, услуги. По бизнес-процессу, по логике, в общем-то, все правильно. Все. Проводим, запоминаем, проводим. Смотрим результаты проведения. Так. Проведено банком. Извините, я не поставил проведение банком, 26-го, 11-го. Еще раз проводим. Отразитель выключите. Так, все, все замечательно. 200 тысяч все вернулись. По дебету 51-го. Все хорошо. Все хорошо. Теперь смотрим лимиты расхода денежных средств. В данном случае у нас что-то с вами должно поменяться. Наверное. Сформировать. Ну, хотелось бы, чтобы поменялось. И что мы видим? А ничего не видим. Ничего у нас не поменялось. Так. Точнее, поменялось. Это значит, что настройки... Я, видимо, забыл отключить те настройки, которые я сделал предварительно. И оно поменялось. Но ничего страшного. Давайте мы с вами сейчас к этим настройкам вернемся. И посмотрим, почему у нас эти настройки сработали. То есть, мы вернули с вами 200 тысяч. Оплатили 250 остаток плана. 200 тысяч вернулись. Вот они, 250 тысяч остаток плана у нас осталось. Прежние 50 тысяч не израсходные. И вот вернувшиеся 200 тысяч. Так. Что для этого необходимо сделать? Я вот вижу, да, подсказывают мне, что все вернулось. Да, все правильно, все вернулось. Потому что я предварительно настройки сделал. И их не отключил. Давайте бюджетирование и планирование. Настройки и справочники. Загрузить планы получения фактических данных. Мы проваливаемся с вами в те предварительные настройки, которые мы с вами сделали. И добавим исполнение бюджета. Вот эту настройку. Возврат денежных средств от поставщика. Через кнопочку создать, естественно, точно так же. Странно. Я поставил. Все-таки работает по 15 ноября. На самом деле ничего странного нет. К сожалению, программа выдает периодические ошибки. И более того, мы с вами чуть дальше еще одну ошибку с вами увидим в программе. К сожалению, не все корректно отрабатывает. Вот видите, я поставил по 15 число работает. А она сработала и он по 26. Такая забавная штучка. Но это издержки программы. И тут ничего не сделаешь. Точнее, сделаешь, мы пишем разработчикам в техническую поддержку. Когда находим вот такие ошибки. Они что-то исправляют, но не так быстро, как хотелось бы. Вот мы с вами увидели один косячок. И еще увидим, к сожалению. Но давайте от грустного перейдем все-таки к тому, что реально работает. А реально работает у нас следующее. Мы с вами... Давайте вернемся еще раз. Вот сделали настройку правил получения фактических данных. Возврат денежных средств от поставщика. Какие настройки? Статья бюджета. Выплата денежных средств. Как у нас и было первоначально. По первому варианту. Тип правил исполнения бюджетов. Оперативный учет. Но коэффициент мы с вами делаем минус один. То есть мы возвращаем. Так как у нас как бы выплата денежных средств. Но с отрицательным знаком подразумевает, что у нас возврат произойдет в реалии. Дальше. Хозяйственная операция. Возврат денежных средств. Это мы указываем фактически, что мы делаем. И здесь вот мы с вами дооформляем дополнительный отбор. То, что мы в первом случае с вами не делали. Статья движения денежных средств равно реальность. То, что по фактическим данным. Возврат аванса поставщикам. Как оно и есть в документе. А вот в заполнении аналитики мы с вами оставляем старое. То есть у нас в реалии в отчете будет оплата закупки сырьем материалов. Но с отрицательным знаком. И это нам с вами позволит вернуть лимит. Это мы увидели только что при проведении документов и при формировании отчета. Все остальные отборы, но без изменения. То, что идет из источника данных. И то, что указано в заявке на расслабление денежных средств. Соответственно, вот это главная настройка для возврата лимитов. Записать и закрыть. Если есть вопросы по этому разделу, давайте я немножко сделаю паузу. Подожду, пока вы напишите вопросы. И пока горячо мы с вами обсудим, что мы с вами сделали и как все сработало. В принципе, для чистоты эксперимента мы можем удалить вот эту настройку и посмотреть, будет ли программа отрабатывать возврат или не будет. Но она не будет, естественно, потому что настройки такой не будет. Так, замечательно. Пишет, что не нужно. Пока все понятно. Очень рад. Теперь давайте мы с вами... Давайте мы с вами сделаем вот что. Мы сделаем вторую настройку не по данных бюджета, а по данным казначейства, по данным оперативного учета. Идем в раздел НЦЕ и администрирование, казначейство и взаиморасчеты. Используем лимитов по документам лимитов расхода денежных средств. Делаем контролировать превышение лимитов. Ставим галочку. У нас главная цель. Так, настройки сделали. При выборе документов лимитов по расходу денежных средств в разделе казначейства появляется новый документ. Лимиты расхода денежных средств. До этого у нас этого пункта меню здесь не было. Давайте посмотрим еще раз. НЦЕ, казначейство и взаиморасчеты. Я убираю и по данным бюджетирования указываю. Давайте вернемся в казначейство и посмотрим. У нас этот документ пропал. Давайте мы его все-таки вернем и сделаем настройки. По документам лимита расхода денежных средств. Галочка контролирует превышение лимитов. Замечательно. Казначейство. Вот у нас появилось снова этот пункт меню лимита расхода денежных средств. Я уже предварительно сделал этот документ. 1, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1. Лимит в данном случае в USD. Потому что управленческий учет делается в USD. В данной версии это демо версия. Ну, не важно. 5 тысяч долларов умножить на, грубо говоря, 7. 350 тысяч, ну, 300, чуть больше, 70. Поэтому, ну, там, 360, 370 тысяч, грубо говоря, сумма лимита. Провести и закрыть. Так, теперь, вот мы с вами главные настройки по сумме лимита с вами сделали. Переходим в заявку на расходование денежных средств. У нас 250 тысяч. Давайте я отменю проведение. Секундочку. Секунду, секунду. Лимиты на расходование денежных средств. Так, и у нас период ноябрь. Замечательно, этот месяц. Только давайте мы... Ну, да, мы документы создаем с 1 ноября. Весь месяц это действует, вот эти лимиты. Я хотел перепроверить период действия. Провести и закрыть. Замечательно. Заявки на расходование денежных средств. Проваливаюсь в эту заявку. Отменю проведением. Не позволяю отменить, потому что мы с вами уже сделали казначействие безнаречные платежи. Давайте я тоже это списание отменю. Это отменить проведение. Надо тоже давать отменим проведение. Чтоб нам не мешало. 250 тысяч. Отменяем проведение. Теперь все нормально. Так. 350 тысяч. Делаем. Мы помним, у нас по курсу доллара. Так, как он сейчас чуть больше. Давайте 350 проверим. Я сейчас не знаю в программе, какой курс установлен. Ну, давайте условно предположим, что у нас установлен 70 рублей. 25 число. Запомнить, провести. Все, программа нам позволила это сделать. Проведение никаких проблем. Так, давайте отменим. И сделаем сумму больше. 380 тысяч. Все, мы с вами превысили лимит. Ок. Превысили лимит. Соответственно, программа это не позволяет делать. Тоже все работает. Никаких проблем. А какую ошибку я хотел вам сказать. Я в первоначальном настройке делал, ну, где-то неделю назад, наверное, готовился к вебинару. У меня программа не позволяла делать лимит более 300 тысяч. То есть, на тот момент программа ссылалась на настройки бюджетирования. Хотя я уже перешел на настройки лимитов по заявкам. Вот про эту ошибку я вам хотел сказать. Но, слава богу, вот за эту неделю эта ошибка была исправлена. И сегодня работает все корректно. Мелочек приятно. Хотя, вот у меня на тот момент даже не позволяло делать проведение этой заявки. Я возвращался сумму на 300 тысяч, на 299. И все программа позволяла. Хотя, в настройках заявки, в настройках лимитов у меня вот были эти вот 5 тысяч долларов. Вы видели, когда мы зашли сначала, они эти 5 тысяч долларов стояли изначально. Вот, на тот момент программа смотрела все-таки на настройки бюджета. Но, давайте мы не будем торопиться. Посмотрим отчет лимит расхода денежных средств. Как у нас сейчас отработает. Замечательно. Сформировать заново. Провести еще раз. Ну да, мы же. Так, у нас 350 с вами позволило. Давайте мы 350 с вами проведем. Посмотрим результат отчета. Тоже все работает корректно. Лимит 5000 мы израсходовали по курсу 4 800 и 200 с маленьким хвостиком осталось. Я очень рад, эта ошибка была исправлена. Все теперь работает. Соответственно, более-менее прилично. Можно пользоваться. Соответственно, лимиты возвращаются. И вы можете дальше это использовать. В принципе, это все, что я хотел сегодня показать. Если есть вопросы, задавайте. А пока, с вашего разрешения, пока вы пишете вопросы, я еще раз быстренько пройдусь под тем пунктом меню, которое необходимо сделать для закрепления материала. Итак, в первую очередь, необходимо сделать настройки НСИИ и администрирования, казначейства и взаиморасчеты. И планирование и контроль, поставить галочку и выбрать источник лимитов. Они могут быть либо по данным бюджетов, либо по документам лимита расхода денежных средств. Азрат от поставщика по этой схеме. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим. В принципе, суть та же самая абсолютно. Казначейство, безнадечные платежи. И давайте вот этот возврат 200 тысяч, так как у нас мы отменили проведение. Соответственно, у нас возврата денежных средств нет. Журнал пустой. Мы с вами проведем и посмотрим, как отработают этот вариант. Проведено банком 26, 26, 26. Проводим. Пересчитать. Проводим. Журнал проводок дебет-кредит. Так, дебет 51, 200 тысяч возвращены. Все замечательно. Лимит расхода. Так, замечательно. Давайте мы лимит расхода денежных средств. Что я хочу? Сейчас мы с вами сделаем вот наша заявка на расходы денежных средств. Отчет лимита расхода и заявки посмотрим. Вот они в наших долларах сформировать. Не отрабатывает использованного. Так, бюджетирование и лимитирование. Настройки и справочники. Правила получения фактических данных. Возврат денежных средств от поставщика. Так, ставлю по 30. Вот в этом случае у нас ограничение по времени. Видимо отрабатывает. Записать и закрыть. Все, мы с вами увеличили строк действия программы. Программы настройки. Давайте переформатируем. В данном случае не отрабатывает. В данном случае не отрабатывает. Мы с вами настройки вернули. Вернули. Так, здесь у нас казначейство, экзаморасчеты по документам, лимитирование, контроль превышения лимитов. Все правильно. Но отчет у нас не захотел сработать. Пока ответа нет у меня. Нужно в спокойной обстановке перепроверить все настройки. У нас с вами немножко времени есть. Давайте спокойно сейчас посмотрим. Может быть успеем найти. Либо наша ошибка где-то в чем-то. Либо косячок программы. Потому что по лимитам бюджета у нас это все сработало. По возврату бюджета, правда, не контролировало срок действия этой настройки. Она была чуть раньше закончилась. Но тем не менее программа все равно продолжала работать. А при выборе источника лимита заявки не отрабатывает возврат лимита. Так, что мы с вами смотрим? Смотрим казначейство. Давайте перепроверим безналичные платежи. Возврат 200 тысяч. Так, стоп. Еще раз перепроводим. Провожу списание. Так, здесь перепроверим возврат от поставщика. Расшифровка возврата аванса поставщиком. Организация деловой союз. Заявка на расходы на деловой союз. Все правильно. Расходы. Не возвращается. Так. Заявка. Поступление. Двести тысячи. Двести тысячи кубка. Это реквизиты КПП. По-моему, там или иначе. КПП. На это можно не обращать внимания. Могу ошибку. Поступление. Вернулись. Двадцать шестые. Ну-ка, давайте двадцать пятое. Попробуем. Это просто эксперимент. Двадцать пятым числом провести. Проводка. Двадцать пятым числом. Денежные средства вернулись. Денеги 51. Вроде бы все нормально. Дмитрий расходов. Так. Закрою. Заявку расхода на деловой союз. Денеги средств. Триста пятьдесят тысяч. Смотрю отсюда. Димитрий расходов. Денеги средств. Доступим. Двести тысячи. Нет, нет. Работало. Давайте попробуем зайти из казначейства. Отчеты по казначейству. Отсюда мы рассмотрим лимит расхода денежных средств. Здесь вообще ничем показать. С первого по 30 ноября. организация деловой союз. Организация деловой союз. Ну, в принципе, давайте попробуем так сделать. Так. Заявка на расходы на денежных средств. Триста пятьдесят тысяч поступления. Триста пятьдесят тысяч поступления. Отменять проведение. Давайте так деловой союз. Давайте все-таки сегодняшние числа. Сегодняшние числа. провести. Пришифровка. Приступление без наличия. Возврат аванса поставщиком. Триста пятьдесят тысяч поступления. Жирная проводка. Дебит пятьдесят первой. Триста пятьдесят тысяч. Равно заявке на расходование. Триста пятьдесят тысяч. Здесь тоже все проведено. Димитр расход. Давайте и заявки посмотрим. Нет, не отрабатывает. Не возвращает. Итого. При настройке источников данных лимитов бюджетирования возврат работает. При настройке заявки, но возврат что-то пока не отрабатывает. пока не могу сказать гарантированно это ошибка программы или где-то я что-то упустил. Вроде бы сейчас перепроверили. Вроде бы все корректно сделали. Вот. Ну что-то. Поступление без наличных. Возвратных поставщика. Но здесь из этого отчета здесь нет возможности контроль лимитов. Они из-за документов расхода. Но очень может быть что это тоже одна из ошибок системы программы. Пока не увидел ошибку. Но к сожалению есть эти ошибки. В программе ничего не сделаешь. Но как минимум из источника бюджета возврат лимитов работает. У нас время к сожалению с вами подошло к концу. Если есть еще вопросы по тому блоку. По тому разделу который реально работает. задавайте. Попробуем с вами еще посмотреть. В принципе я надеюсь вы ухватили главную суть. Каким образом возвращаются лимиты. Возвращаются лимиты из настройки правил фактического отражения фактических данных. Коэффициент минус 1. При этом мы отбор делаем по фактической статье возврат. А в регистр заполняем эту статью по старой статье. До оплаты. Соответственно оплата с отрицательным знаком дает эффект возврата лимитов. Попробуйте у себя. Надеюсь самое главное как это делать вы запомнили увидели. Вопрос. Лимит по каждой статье только вручную вводится. Или же можно загрузить пакетом все лимиты. Загрузка возможно. Загрузка это же на самом деле просто бюджет. Экземпляр бюджета. Экземпляр бюджета можно грузить из excel легко без проблем. Соответственно я очень условно выбрал только одну статью. Вы формируете макет бюджета в excel таблице. Те статьи которые вам необходимы. И импортируете эту таблицу excel в программу. Никаких проблем нужно работать. Коллеги большое спасибо. На этом все. Всем счастливого дня. До свидания. До свидания. Продолжение следует. Продолжение следует...